Всем привет! Меня зовут Айстилу. Это канал ЮниРус. Канал, где вы изучаете русский язык. Сегодня у нас с вами небольшой, но интересный урок. Мы изучаем условные предложения. Как обычно, открываете сайт. Внизу есть ссылка. Открываете этот сайт и делаете задание вместе со мной. Сегодня мы с вами будем говорить о реальных и нереальных ситуациях, условиях. И мы используем для этого конструкцию «если то», «если бы то». И давайте, как обычно, задание 1. Мы слушаем и закончим диалог в правильном порядке. Здесь вы видите весь диалог. Слушаем два раза, если вы хотите. Алло, здравствуйте. Зиптелеком. Слушаю вас. Алло, девушка, у вас интернет подключают? Да, конечно. Что вас интересует? Скажите, вот у вас несколько тарифов есть. А если я хочу безлимитный интернет, сколько это будет стоить? Установка бесплатна. Абонентская плата 300 рублей в месяц. Ага. А если интернет плюс телевидение? Если вы хотите такой вариант, то это стоит 450 рублей. Ага. А если интернет плюс телевидение, а еще антивирусы, сколько это стоит? Если вы хотите проверить ваш компьютер на вирусы, то это отдельная услуга. Наш мастер посмотрит и потом скажет вам. Хорошо. А если он посмотрит, а вирусов там нет? Если вы не хотите антивирус, то не ставьте его. Если вы сейчас оформите заказ, то мастер может сегодня приехать к вам и все установить. Давайте. Мой адрес. Улица Профсоюзная. Дом 47. Квартира 15. Домофон работает. Хорошо. Мастер будет у вас через час. Отлично. Если хотите слушать еще один раз, вернитесь и делайте это задание. Итак, вы видите правильный диалог. Очень интересный, очень нужный диалог, если вы живете в России. Есть интересная фраза, как абонентская плата. Это деньги, которые мы платим каждый месяц за услугу. Например, антивирус. Вы знаете, что это. И что еще интересного? Домофон. Я думаю, домофон работает. Домофон – это специальный гаджет, специальное устройство, кодом, с которым вы можете зайти домой, зайти в коридор, в подъезд. Отлично. Я думаю, здесь вы нашли много интересных фраз. И здесь вы встретили «если то». Что это, да? Это и есть условие. Условное предложение «если» или «если бы». Если. Если ты умеешь водить машину, я разрешу тебе сесть за руль. Это реальное условие. Если бы ты умел водить машину, я разрешил бы тебе покататься на моей. Это нереальное условие, потому что ты не умеешь водить машину. Давайте посмотрим полную версию. И здесь есть интересная фраза. Если вы читаете этот текст, значит, вы уже можете читать по-русски. А если бы вы не знали русский язык, вы бы не смогли прочитать этот текст. То есть, как вы видите, «если» мы используем для условий, для каких-то реальных условных предложений. Мы используем обычно «настоящее время» или «будущее». Если ты умеешь водить машину, я разрешу тебе сесть за руль. Если она придёт, мы поговорим об этом. «Если бы» мы используем, когда мы говорим о нереальных ситуациях. Например, «Если бы ты умел водить машину, я разрешил бы тебе покататься на моей, но ты не умеешь водить машину». И, как вы видите, мы используем «если бы» плюс мы используем «прошедшее время». Если бы она пришла сегодня вечером, то мы бы поговорили об этом. Вы видите, мы используем «если бы» вот здесь. «Если бы» здесь мы используем «прошедшее», «пад» плюс «бы» тоже. Окей? The second part. И, как вы видите, «если» это реально, «если бы», то нереально. Давайте посмотрим на примеры. Если сын хорошо сдаст экзамены, родители купят ему новый компьютер. Если бы студент готовился к экзаменам, то он сдал бы их без проблем. Но он их не сдал. Если завтра будет хорошая погода, мы пойдём гулять в парк. Если бы вчера была хорошая погода, мы бы обязательно пошли гулять. В прошедшее время «бы» и тут тоже «если бы» была. Окей? Если ты быстро закончишь работу, мы сможем пораньше уехать на дачу. Если бы ты побыстрее работал, ты бы закончил работу вовремя. Мы тоже используем «если» как «когда». Если ты будешь в магазине, купи хлеба. Or instead we can say. Когда ты будешь в магазине, купи хлеба. А здесь «если бы» тоже как request, как просьба. Если бы ты слушала меня, всё бы было хорошо. То есть слушай меня, и всё будет хорошо. Если будешь звонить бабушке, передай ей от нас привет. Или когда ты будешь звонить бабушке, передай ей от нас привет. Если бы ты сказал мне раньше об этом, мы бы не сделали ошибки. То есть я прошу тебя говорить мне раньше. Если пойдёте в кино, позвоните мне. Я тоже пойду. И если мы тоже используем как «уже». Да, already. Если всё написал, покажи свою работу. Если вы это знали, почему вы не сказали обо всём директору? Если ты закончил работать, пойдём ужинать. Отлично. И давайте посмотрим, вернёмся к заданиям. Задание номер два. Напишите «если», «если то», «если бы», «бы». Окей? Итак, вы здесь видите правильные ответы. Вы можете также использовать вот эту фразу. «Мне было бы очень приятно, если бы ты...» К вашему другу или что-то, например. «Мне было бы очень приятно, если бы ты сделал мне сейчас кофе». «Мне было бы очень приятно, если бы вы сейчас поставили лайк этому видео». Отлично. И давайте посмотрим задание три. Здесь у нас есть песня. Это очень популярная песня из советского фильма. Давайте её послушаем. Вы можете слушать и читать текст. Или, если хотите, просто слушайте и потом читайте. Слушаем. Если у вас нету тёти. Если у вас нет собаки, Её не отравит сосед. И с другом не будет драки. Если у вас друга нет. Оркестр гремит басами. Трубач выдувает медь. Думайте сами. Решайте сами. Иметь или не иметь. Если у вас нету дома, Пожары ему не страшны. И жена не уйдёт к другому, Если у вас нет жены. Если у вас нету тёти, То вам её не потерять. И если вы не живёте, То вам и не умирать. Отлично. Надеюсь, что вам нравится эта песня. Если у вас нету тёти. Слово «нету» – это разговорное слово. Это разговорное слово «нет». Когда мы говорим об отсутствии. When we speak about absence of somebody or something. Если у вас нету тёти. И задание четыре. Посмотрите в интернете, Ответьте на вопрос. Как я говорила, Эта песня из фильма. Из какого фильма эта песня? Вы можете посмотреть в интернете. Или, я скажу ответ правильно сейчас вам, Это фильм «Ирония судьбы» Или «С лёгким паром». Очень популярный фильм, Который мы всегда смотрим на Новый год. Это такая традиция. Надеюсь, что вам нравится эта песня. Вы можете перевести трудные фразы, Например, вот здесь. Но это, в принципе, не очень трудная песня. Я думаю, что будет отличная практика, Если вы будете слушать эту песню и петь тоже. И давайте посмотрим задание пять. И сделаем правильно этот тест. Итак, если у вас нету тёти, Так, по тексту было, То вам её не потерять. Если у вас друга нет, Давайте найдём где-то. Да. И с другом не будет драки. Драка – это физический конфликт. Так. Если у вас нет собаки, Её не отравит сосед. Если у вас нету дома, Если у вас нету дома, Песня была «Пожары ему не страшны». Так, если жена. И жена не уйдёт к другому, Если у вас нет жены. И если вы не живёте, Вам и не умирать. Отлично. Я думаю, что вам понравилась эта песня. Вы можете её слушать в интернете, Выучить. Это будет отличная практика. Если вам понравилось это видео, Поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо большое. До встречи. Пока-пока.